Друзья, всем огромный привет! Вы на канале Марина Жукова. Рада вас приветствовать! Сегодня у меня хитрости с носками. Покажу, где в быту можно использовать тот носок, который остался без пары. Будут другие полезные советы, поэтому надеюсь, что вы приятно проведете со мной время. В первую очередь хочу вам показать, как я храню носки. Давно вы просите меня снять такой видеосюжет, показать, как я складываю носочки. Но на самом деле отдельное видео снимать не стоит, потому что носки я складываю всего двумя способами. Выбрала для себя самый легкий, самый простой и пользуюсь им что для детских носочков, что для взрослых. Друзья, мне кажется, самый простой способ сложить носочки парно, это один в другой. Все. И еще один очень красивый, компактный способ. Так я в основном складываю детские парадные носочки, например, те, которые мы одеваем на праздник. Значит, куда-то на выход. Значит, вот так вот крест-накрест вкладываю носочки. И затем вот этот хлястик заворачиваю внутрь. Получается, друзья, очень удобный кармашек. Можно вот так вот поставить в ряд носочки, можно просто положить в какой-то органайзер. Очень-очень удобно. Но чаще всего носки складываю просто один в другой. Дальше, друзья, будут советы и идеи, где можно использовать тот носок, который остался без пары. Я думаю, что любая экономная хозяйка такие носочки не выбрасывает и находит им применение. Значит, если у меня носок без пары, особенно махровый, я очень люблю им вытирать пыль, либо любые другие сложно доступные участки в квартире. Очень хорошо такими носочками вытирать телевизор, компьютер, вот то есть мониторы. Хорошо пыль собирается, все моется, чистится без разбудов. Значит, смысл такой. На носочек наношу средство для чистки стекол, либо кондиционер для белья. И вытираю пыль. Очень, друзья, удобно. Попробуйте. Следующую хитрость носком я подсмотрела у своей мамы. Оказывается, из носка, который остался без пары, можно сделать чехол для очков. Делается следующим образом. Нужно взять небольшой кусочек картона, отрезать. Картон вставить внутрь, и теперь очки можно вот так вот аккуратно хранить. Это для тех, у кого очков много. Благодаря картону очки легко достать и легко положить на место. Без картона, конечно, в носок очки положить гораздо труднее. А с картоном получается самый настоящий чехол. Так можно хранить очки, если у вас их дома очень много. Либо так хранить очки можно на даче, в больнице. В общем, друзья, идея очень хорошая, идея рабочая. Кстати, если у вас носок махровый, то можно очки еще вот таким вот образом вытирать. Поэтому, друзья, попробуйте при необходимости. Я увидела у мамы, расспросила ее. Она сказала, что делает так давно, ей очень удобно. Дальше классика использования старых дырявых носков. Это вот такие вот, сделать из них небольшие подвязки, которые отлично пригодятся летом на даче. Что-то подвязать, малину, огурцы, помидоры. Можно дома вместо вот таких вот резиночек подвязывать мешки с крупами, с солью, с сахаром и так далее. Некоторые хозяйки, которые рукодельницы, конечно, из таких носков вяжут коврики. Зимой я старые носки никогда не выбрасываю, складываю их в отдельный пакет, весной привожу на дачу и активно их использую. Где-то что-то вытереть, где-то на что-то порезать, на какие-то, вот я вам сказала, завязочки, подвязочки. В общем, все в хозяйстве пригодится. Следующую идею, друзья, настоятельно рекомендую повторить. Она вам однозначно пригодится во время генеральной уборки. Я думаю, что в любом доме у любой хозяйки есть такие места, такие щели, куда не проникает пылесос. Швабра, это, например, под диваном, под шкаф, под кухонный гарнитур, под холодильник. Так вот, прочистить это все можно при помощи носка и вешалки, как делаю я. Может быть, вы мою идею чем-то дополните. Но я недавно попробовала, мне очень понравилось, поэтому делюсь с вами своим удачным опытом. Значит, на вешалку одеваю носок. И вот этим вот приспособлением можно на носок нанести моющее средство, можно его смочить водой. Так вот, этим приспособлением из таких труднодоступных мест, из щелей достаю всю пыль, грязь, мусор и так далее. Все отлично собирается. Друзья, там, где не поможет пылесос, там, где не достает швабра, вот такая вот вешалка с носком, просто идеальное решение. Попробуйте. Я так делаю постоянно, мне очень нравится. Надеюсь, что и вам идея пригодится. Если взять тонкий хлопковый носочек и наполнить его наполнителем для кошачьего туалета, этот носочек затем положить в обувь, то такое приспособление прекрасно за несколько часов соберет внутри обуви весь неприятный запах, всю лишнюю влагу. Такое видео, друзья, у меня есть на канале. Я снимала короткий шорс, очень многие люди попробовали, совет им понравился, поэтому рекомендую и вам взять его на заметку. Носочек с кошачьим наполнителем можно использовать несколько раз, и этот способ действительно не затратный, и он действительно рабочий. Поэтому не нужно брать никакой рис. Очень многие блогеры советуют брать рис, насыпать его в носок и таким образом сушить обувь. Можно взять наполнитель для кошачьего туалета. Эффект будет в разы лучше, и, конечно же, все это намного бюджетнее. Вот такими вот хитростями, друзья, сегодня хотела с вами поделиться. Надеюсь, что вы полезно провели со мной время. В комментариях напишите, какой из советов вам больше всего понравился, и что вы точно захотите повторить. В комментариях также делитесь своим личным опытом. Всем вам спасибо за просмотр. Всем пока!